Риторика искусства известна еще со времен Древней Греции. В ораторском мастерстве соревнуется современная молодежь. Курский институт непрерывного профессионального образования уже третий год проводит конкурс ритеров. В этом году заявки на участие подали 78 школьников. До финала дошли 25 лучших. Ольга, Владимир, Ярослав Мудрый, Александр Невский. Это же целое явление, целый мир в российской истории. Роль личности в истории на простую и глубокую тему предложили организаторы-конкурсантам в 2012 году. Исторический герой Марины Симыкиной – гений русского слова Александр Сергеевич Пушкин. Всего за три минуты девушке нужно было доказать целому залу, что именно ее персонаж – герой и нашего времени. Это довольно сложно. Я долго готовилась к конкурсу. И когда выходишь на сцену, ты должен забыть обо всем. Просто выполнить поставленную цель. То есть настроить себя, и тогда все получится. В арсенале конкурсантов не только слово. Мимика, жесты, дикция, владение голоса и уверенность в себе. Главная цель – заинтересовать и не влечь слушателей. Прежде всего, она должна глубоко через сердце, через душу свою пропустить то, о чем она собралась говорить. Если это ее заинтересовало, если это ее увлекло, она выступит, она привлечет к себе внимание. Риторика далека от пустословия. Глубина содержания – один из важнейших критериев оценки выступлением. Подготовить заранее участники могли лишь торжественную речь для первого этапа. Во втором им пришлось импровизировать, отвечая на неожиданные вопросы. А вопросы будут задаваться от лица исторической личности. Молодому, новому, интересному, непонятному для исторической личности поколению 21 века. Как они отреагируют? Для нас пока загадка. Организаторы конкурса уверены молодым людям, такой опыт и навыки пригодятся в жизни, какую бы профессию они не выбрали.